Откуда есть пошла русская земля? Этим вопросом задавался еще летописец XII века, и споры об этом не утихают до сих пор. И это понятно, ведь первые упоминания о древних славянах относятся только к середине первого тысячелетия нашей эры. Историки и археологи и филологи спорят до сих пор, откуда пришли славяне, что они делали на этой земле, что происходило с ними во время великого переселения народов, когда в Европе фактически погибла античная цивилизация. Идейные споры разгорелись вокруг небольшого эпизода из повести временных лет под 862 годом, в котором описана ситуация, когда предки славян отправились за море к варягам, просить их прийти владеть и княжить на этой земле. Именно с этого момента в истории появляется Рюрик, ставший родоначальником киевских князей и русских царей. Славяне и их соседи изгнали варяга в заморе и не дали им дани, и начали сами собой владеть. И не было среди них правды, и встал род народ, и была у них усобица, и стали воевать друг с другом. И сказали, пошли за море к варягам, к Руси. Те варяги назывались Русью, как другие называются шведы, а иные норманы и англы, а еще иные готы, вот так и эти. Сказали Руси, чуть славяне, кривичи и весь. Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет, приходите княжить и владеть нами. И избрались трое братьев со своими родами, и взяли с собой всю Русь, и пришли прежде всего к славянам. И поставили город Ладогу, и сел старший Рюрик в Ладоге, а другой Синеус на Белом озере, а третий Трувор в Изборске. И от тех варягов прозвалась Русская земля. Через два года умерли Синеус и брат его Трувор, и принял всю власть один Рюрик. В былые времена Михаил Васильевич Ломоносов считал упоминание о скандинавских отцах российской государственности сущим оскорблением национального достоинства. На всякой почти странице русских бьют, грабят благополучно, скандинавы побеждают, разоряют огнем и мечом истребляют. Нападал он на своего оппонента, профессора Герарда Миллера. Ломоносов был убежден, что варяги и Рурик, родом своим пришедшие в Новгород, были колено славянского, говорили языком славянским, и были отнюдь не из Скандинавии, а жили на восточно-южных берегах Варяжского моря. По крайней мере, не так обидно. А ежели положить, что Рурик и его потомки, владевшие в России, были шведского рода, не будут ли из того выводить какого опасного следствия? Тогда еще один известный ученый-историк Август Шлецер в своей русской грамматике русского князя производил от немецкого слова «кнехт», что может означать и «холоп». Боярина от барана. Ломоносов рассердился. Каких только гнусных пакостей не наколобродит в российских древностях такая допущенная в них скотина. Да, в XVIII веке это была такая очень болезненная тема для разговора. Вот сейчас она как-то, так сказать, остроту потеряла, хотя и сейчас у нас по этому поводу спорят, но в XVIII веке это было невероятно актуально. То есть проблема была в чем? Значит, естественно, историей занимаются ученые. Ученые у нас в Академии наук, поскольку никаких других учреждений у нас нет. А поскольку нет своих ученых, то в Академию наук пришлось, когда ее основали в 1725 году, туда пришлось, ученых на Днобратьях, естественно, набирали из-за границы. Естественно, немцев прежде всего, хотя там были не только немцы. Там были и представители других национальностей, но они все равно немцы, естественно. Кстати, студентов туда тоже импортировали, потому что своих студентов тоже не было тогда. Потому что они еще должны были готовить кадры, но кадра тоже сначала не было. Потом появятся и русские студенты, но сначала не было. Значит, ученые, они такие вот немецкие, они начинают изучать историю России, действительно изучают. Кстати, действительно много сделали. По части сбора источников, по части обработки этих источников, анализа источников о Древней России, они это начинали делать, эту работу. В 1749 году Герард Фридрих Миллер написал диссертацию. Диссертация была вполне ученая, то есть она, так сказать, это не какая-то статья публицистическая. Это нормальная диссертация для Академии наук, в котором речь шла о том, как, так сказать, вот образовалось русское государство. Вот Демиллер писал, ну вот приплыли, соответственно, в соответствии с русской летописью, естественно, он ничего не выдумал, что вот приплыли, соответственно, вот эти вот самые варяги, то есть скандинавы, так сказать, было призвание. Вот, значит, на Руси появился порядок, таким образом сформировалась государственная власть. И эта диссертация стала таким принципиальным объектом полемики, да, общественной такой. Вот и начал ее Ломоносов, Михаил Васильевич, выдающийся ученый. Для Ломоносова здесь что было важно прежде всего? Тут вопрос стоял не столько об источниках, о методах интерпретации, а столько о том, что получилось-то как, что вот только что, значит, Россия при Петре I стала великой державой. Почему она стала великой державой? Да потому что она успешно воевала со Швецией, победила ее в 1721 году. Вот все это актуально, все это свежо, все это только что происходит. А тут какой-то немец в своей диссертации пишет, что приплыли в Россию какие-то немцы, скандинавы, они те же шведы, да, вот, и устроили в России государство. С точки зрения Ломоносова это, ну, такой криминал политический. Вот, то есть как это вообще такое может быть? То есть политическая диверсия, короче говоря. Вот, как это так вот можно признать, что российское государство основано какими-то скандинавами, то есть теми же самыми немцами. Этого, естественно, признать нельзя. И вот начинается страшной силой политическая дискуссия с таким очень отчетливым политическим подтекстом. Тогда это все актуально, подчеркиваю. Как это можно, чтобы такое было в России, великая Российская империя? Да, вот, кто ее основал, немцы, да, такое не может быть. В 19 веке вопрос о национальности и прописке Рюрика стал уже не столь острым, но воскрес уже в условиях холодной войны. Как же можно, чтобы у истоков страны социализма стоял пришелец Запада? Однако дело не в том, кто и когда основал более чем тысячу лет назад древнерусское государство. Вопрос, почему это стало возможным. И как на далекой лесной окраине Европы появились города, величеством сияющие, прекрасные памятники архитектуры, литературы, живописи. Все это родилось за 100-150 лет, как раз когда через восточноевропейскую равнину пролегли мировые торговые пути. Все началось с рубежа V-VI веков нашей эры. Тогда между Одером и Днепром, на территории нынешней Польши, Чехии, Белоруссии, Украины, России, появляются несколько археологических культур. Пражская, Пеньковская, Длинных Курганов и так далее, которые, безусловно, считаются славянскими. Тогда же славяне, как особый народ, начинают упоминаться в письменных источниках угодского историка VI века Иордана и византийских писателей и хронистов. С того же VI века н.э. славяне начинают активно осваивать малозаселенные земли восточноевропейской равнины. Местное население, народы балтийского и финно-угорского происхождения, активно перемешивается с пришельцами и включается в различные славянские группы. Надо признать, что этот процесс у нас не завершен до сих пор. Россияне только в XVI веке перевалили за Урал и начали освоение Сибири, в то время как внутренняя колонизация Европы была полностью завершена в XIV-XV веках. Славяне принесли в лесную зону новый хозяйственный уклад, основанный на пашином земледелии и распространении ржи. Начался переход к трехпольной системе земледелия. Она включала посев яровых, озимых и отдыхающий под паром клин. Совершенствование орудий труда и новая агрокультура дали возможность отдельным семьям вести самостоятельное хозяйство на своем наделе в рамках соседской общины. Теперь крестьянин не складывал урожай в общий котел, а имел право на наследственный надел пахотной земли. Угодья, выгоны, сенокосы, леса, воды находились в общем пользовании всей общины. Такая перестройка делала мужика более независимым и мобильным. Семьи или группы семей могли выделиться из рода и отправиться на освоение новых земель. Обширная территория Восточной Европы, заселенная восточными славянами, нашими предками, предками украинцев и белорусов, она, с одной стороны, была действительно большая такая земледельческая территория, где были удобные для земледелия земли, особенно по течению реки Днепра, вот это вот, казалось бы, центр этой Киевской Руси. Но не случайно Русь западноевропейские путефестники называли гордарикой, то есть страной городов, потому что вот на этой территории издавна существовали вот такие укрепленные, значит, пункты, которые, собственно, и назывались Древней Руси городами. Конечно, эти были города, и не все они стали вот городами в современном смысле слова. Городом, в общем, называлась крепость. Город это был в первую очередь крепость, то есть окруженная какой-то стеной, ну, на Руси, в первую очередь, конечно, были деревянные укрепления, достаточно мощные, но все-таки это был некий центр. Ну, сначала это были, естественно, племенные центры, вот центры этих знаменитых племен, там, Полян, Северян, Вятичи, Кривичи, и у каждого из этих племен были такие вот центры, ну, в первую очередь, вот для, так сказать, вот такой военной, может быть, обороны. Ну, постепенно эти центры, вот, естественно, вот сама крепость там обрастала еще там поселениями, где селились ремесленники и так далее. Ну, это может быть уже даже более поздняя эпоха, но вначале это были вот такие именно племенные, там, административно-военные центры. В VIII веке появились первые городские центры. Ими становились столицы племенных объединений – Полян, Северян, Кривичей, Словен. Киев, Чернигов, Псков, Изборск, Полоцк. Но их было несравненно меньше, чем в Западной Европе. Таким путем из далекой северо-восточной окраины Европы, вдали от культурных и экономических центров христианской Европы, могло появиться несколько полуварварских соперничавших между собой княжеств. Но вместо этого в X веке на историческую арену выходит мощная Единая Русь. Ее князья-рюриковичи совершают далекие походы, устанавливают равноправные отношения со своими восточными и западными соседями, строят города и храмы. К развитию Древней Руси скандинавские воины и купцы оказались причастны. Хотя и не так, как повествует предание в летописи, вызвавшее столько споров. Они не принесли государственность, поскольку сами ее не имели, да и цели такой не ставили. Но варяги, мореходы, воины и торговцы прошли по рекам и озерам Северной Руси. По этим же магистралям на восток двигались и славянские колонисты. Вместе со скандинавами они активно осваивали великие торговые пути того времени. Сперва волжский, а затем из варяг в греки. Согласно археологическим раскопкам, в 763 году в Старой Ладоге построил большой дом варяжский кузнец. Там же, в урочище Плакун, были обнаружены большие староскандинавские захоронения, трупосоржения в Ладье. В Изборске сидела большая скандинавская дружина. Это на границе земель Кривичи и Чуди. То же самое и в Белом озере, на земле финского племени Весь. Большой гарнизон сидел также и в городище. Это под Новгородом. Городом он стал только в X веке. Однако, несмотря на все это, некой колонизации скандинавской на Руси не было. Скандинавские конунги и их дружинники активно перемешивались с местной знатью. Другое дело, что в старошведском языке появилось много слов тюркского и восточнославянского происхождения. Сабля, шелк, торг, седло, ну и многие другие. Оба трансевропейских пути начинались в Финском заливе, в Ладоге. Первый, через систему мелких рек и озер и промежутков Волоков, между ними, где надо было тащить ладьи по суху, выходил на Волгу, где находилась столица Волжской Булгарии, Булгар и Хазарского Каганата и Тиль. Второй продолжался в верхнем течении Западной Двины и далее на юг под Днепру. Из устья Днепра путь лежал по Черному морю. Можно было плыть прямо до Царьграда, Константинополя, столицы Византии и богатейшего города Средиземноморья. Так в IX веке н.э. была создана система коммуникаций, связавшая варварские народы Северной и Восточной Европы с богатыми странами Ближнего и Среднего Востока, Византийской империей и Арабским халифатом. Большой удачей можно считать то, что на Руси в IX столетии стали функционировать два великих торговых пути. Это путь из варяг-греки, который есть в любом школьном учебнике. Ну и рядом с ним функционировал, начал раньше, и по объему было, вероятно, больше. Это Великий Волжский путь. Оба начинались на Балтике, там, где сейчас маленький поселочек в Ленинградской области, Старая Ладога. Это был исходный пункт. А, соответственно, один заканчивался на Каспии, туда, на южном берегу Каспийского моря, по Волге, да, на территории современного Ирана. А второй заканчивался в Константинополе, в столице Византийской империи. Таким образом, когда стали функционировать эти два великих торговых пути, они связали вот эту вот лесную, северную окраину Европы с богатейшими, культурнейшими державами тогдашнего цивилизованного мира. Это Арабский халифат и Византийская империя. И вот на протяжении, значит, X, прежде всего X века, это время расцвета этой торговли, да, значит, IX, X, XI столетия, это, так сказать, по этим торговым путем, что колоссальный объем товаров. Вот, нам сейчас себе даже трудно представить этот объем, понятно, что никакой статистики у нас нет, это понятно, да, но у нас существуют сотни кладов серебряных монет, сотни, на всей территории, начиная от Нижней Волги и кончая Швеции, Дании и даже восточным побережьем Англии. То есть вот, так сказать, денежный поток, который шел, он распределялся, да, на этой территории, потому что вывоз с севера превышал ВОЗ, и обратно шло серебро, которое стало денежной единицей. Вот, собственно, на Руси арабский серебряный дирхем стал денежной единицей. То есть он играл свою роль, вот, ну, как сейчас, евро, потому что этот дирхем, он обращался и в Швеции, и в Дании, и в Польше, и в России. Денежная единица, вот, которая легла в основу первой русской денежной системы. Вот это благодаря вот этому самому торговому пути, прежде всего, по Волге. Министр почт халифата Ибн Хардадбех в своей книге «Путей и стран» отметил появление северных гостей с их товарами. Если говорить о купцах Арус, то это одна из разновидностей славян. Они доставляют зайчьи шкурки, шкурки черных лисиц и мечи из самых отдаленных окраин страны славян – к Румийскому, то есть Черному и Каспийскому морям. Переплыв Каспий, эти же торговцы с караванами добирались через богатый город Рей, украшения в странах ислама, до столицы всего Арабского Востока – сказочного Багдада. «Они утверждают, что они христиане», – сетовал министр, зная, что ушлые язычники только прикидывались христианами, чтобы платить меньше пошлин. Но разоблачать торговцев никто не спешил, бизнес пострадает. Персидский географ Ибн Русте в своей книге «Драгоценных сокровищ» 30-е годы X века чуть ли не с завистью описывает этих понаехавших варваров. Единственное их русов занятие – торговля с соболями, белками и прочими мехами, которые они продают покупателям. Получают они назначенную цену деньгами и завязывают их в свои пояса. Что шло? Это прежде всего меха, то есть товар дорогой и не портящийся, который хорошо хранится. Что такое средневековая торговля? У нас никаких рефрижераторов нет, поэтому вывозить можно только то, что дорого стоит, и не портится. Это не так много. Вот меха – это как раз идеальный в этом смысле товар. Поэтому есть вещи, которые стоят неимоверно дорого. Это товар престижный, который, опять-таки, это не просто потому, что тебе надо плащик сделать или курточку, а потому что это показывает твой статус, почему это важно. И когда, допустим, маленькая шкурка Соболя, когда ее продают, допустим, в том же городе Пагдаде, она может стоить, допустим, 500 золотых монет. То есть это целое состояние получается. Норма прибыли при этом может быть процентов 500-800. Вот что это такое. То есть степень выгодности вот этой торговли. При этом меха, естественно, есть высококачественные, то есть меха, которые предназначены для знатных осод, типа Соболя и Горностая. Есть меха, которые для среднего класса, то есть говоря современным языком, белка прежде всего, да? То есть это то, что может купить, допустим, рядовой гаражей. Вот. Но есть совсем дешевка, там типа зайца, да? Вот так, для бедных, что называется. Но все это выгодит. Второй поток, который идет вместе с мехами, это в учебниках не пишут, это рабы. Это не политкорректно. Но это, так сказать, экспортная статья. Вот, значит, межплеменные столкновения, те же самые походы викингов и так далее, это рабы. Рабы – это прежде всего, значит, женщины и дети, потому что мужчин без пулемета охранять трудно. Вот при тогдашнем уровне оружия. Вот. Это женщины и дети. Вот. Это еще более выгодно, чем меха, потому что норма прибыли – порядка тысячи процентов. Работорговая. Почему она существует? Везде. Вот ранние средневековые, рабские рынки, они что в Венеции, что в Багдаде, что в Константинополе. Это одно и то же. Крайне выгодно. Вот это тоже поток, который идет на восток. Значит, барышня, стандартная цена барышни – две коровы. Но такая барышня, которая, допустим, может исполнить танец живота или играет на музыкальных инструментах, там цена вырастает сразу в геометрической прогрессии. Здесь торговцы русы и их товары выходили на древний Великий Шелковый путь, связывавший Средиземноморье с Центральной Азией, Индией и далеким Китаем. По нему веками шли и шли караваны с драгоценным грузом. «И ныне привел караван я, гружен коврами, одеждами, тканями он, алмазы везем, благовония, венцы, ведь здесь покупатели, мы ж продавцы», писал великий персидско-таджикский поэт Абулькасим Фердуоси, 940-1025 год, автор эпопеи Шахнаме. Географ X века Аль-Мукадаси дает уже подробный ассортимент привозимых товаров. Соболь, белка, горностай, чернобурая лиса, лисы, бобровые шкуры, пестрые зайцы, козьи шкуры, воск, стрелы, береста, шапки, китовый ус, рыбий зуб, бобровая струя, янтарь, выделанная кожа, мед, лесные орехи, ястребы, мечи, панцири, кленовая древесина, славянские рабы, мелкий скот и быки. С севера везли меха соболя и горностая, предмет роскоши и престижа. Люди попроще, горожане и дружинники, использовали меха белки. Другим универсальным товаром были рабы. Их захватывали те же викинги во время набегов на Англию и Германию. По дороге к ним присоединялись пленники славянской и угрофинской национальности, в основном должники, либо захваченные во время междоусобных столкновений. Основу рабов составляли дети и молодые девушки. Стоимость одной молодой девушки составляла две коровы. Но если девушка могла танцевать, петь, развлекать гостей, то ее цена возрастала многократно. В любом случае прибыли достигали тысяч процентов. Кроме всего этого товара, большим спросом пользовались еще и клинки мечей, которые купцы везли либо с рейнских земель Германии, либо из самой Руси. Надо сказать, что арабский писатель X века Аль-Масуди тогда уже отмечал, что в этой земле делают прекрасные клинки, которые развозят по всему миру. Что ж, надо признать, что Русь в те времена могла уже торговать не только сырьем, но и продукцией высоких технологий. В обратном направлении шли восточные ткани. Помимо эстетических качеств, шелк обладал еще одним уникальным свойством. Он препятствовал размножению паразитов. Восточные пряности разнообразили грубую еду европейцев с обилием хлеба и пива, служили лекарствами и единственным консервантом при отсутствии холодильников. На столах князей стояла иранская посуда, византийское стекло. Сирийские стеклянные бусы нашим барышням нравились настолько, что их производство на экспорт в Халифате возросло в 10 раз. А поскольку ввоз превышал вывоз, то вшло серебро. И вот это восточное серебро, оно, собственно, у нас здесь, в Восточной Европе, нет ни золота, ни серебра своего. Рудных месторождений нет. Поэтому вот эти импортные серебро, оно, собственно, служило монетами. Причем не только у нас, но и, соответственно, в других местах. Почеркиваю, и в Польше, и в Скандинавии. То есть эти деньги расходились далеко и ходили постоянно. Вот это был такой вот очень важный момент, который, ну, как бы подтолкнул развитие социально-экономическое. То есть вот эта вот далекая, северная, диковатая такая окраина Европы стала таким мощным транзитным узлом, что стимулировало развитие, соответственно, местного населения. Ну, грубо говоря, да, когда появился торговый путь, да, вот ты сидел там, ковырял себе землю, да, а теперь ты вдруг сообразил, что оказывается, вот тут есть купцы, которым можно принести такой товар, они его купят, да, и так далее. Вот начинается жизнь какая-то. На этом торговом пути появляются города. И начинают функционировать. Одни из них потом превратятся в большие города, другие захереют. Почему иногда, не всегда понятно, почему это стало, а это не стало. Но они, мы знаем, что они появлялись. Соответственно, появляется пристань, появляется какая-то инфраструктура. Всякий торговый путь требует определенной инфраструктуры и определенного порядка, да, потому что вот нехорошо, если купцов грабят. А грабить можно один раз, да, когда идет торговля, то ты с этого можешь иметь что-то постоянное. Вот. И в итоге князья объединяют под своим контролем вот этот водный путь. И получается в итоге вот это государство, которое мы называем Древней Россией. Поэтому это вот очень важный стимул такой, который способствовал политическому объединению различных территорий под властью одной княжеской династии. Поездка за богатством в далекие северные земли была для южан крайне рискованным делом. Мы принялись за принадлежности, необходимые для путешествия. Мы купили тюркских верблюдов и велели сделать дорожные мешки из верблюжьих кож для переправы через реки, через которые нам нужно будет переправляться в стране тюрок. Мы запаслись хлебом, просом, сушеным мясом на три месяца. Те из жителей этой страны, с которыми мы дружили, предложили нам воспользоваться их помощью в отношении одежд и постараться умножить их количество. Они представили это предприятие в ужасном виде и изобразили это дело очень трудным, но когда мы все это сами увидели, то это оказалось вдвое большим того, что нам было описано. И так на каждом из нас была куртка, поверх нее кафтан, поверх него шуба, поверх нее кабиняк и бурнус, из которого видны были только два глаза, шаровары одинарные и другие с подкладкой, гетры, сапоги из шагреневой кожи и поверх сапог другие сапоги. Так что каждый из нас, когда ехал верхом на верблюде, не мог двигаться от одежд, которые были на нем. И отстали от нас, факих, муалим и отроки, выехавшие с нами из города мира, побоявшись въехать в эту страну. Так начинал свой рассказ о путешествии на Волгу к булгарам в 922 году чиновник посольства халифата Аль-Муктадира Ахмед Ибн Фадлан, немало пострадавший от мороза и снега. Экспорт превышал импорт. Серебро потоком шло с юга на север. Сотни кладов до сих пор находят вдоль всего торгового пути, начиная от устьев Волги и заканчивая датскими и шведскими землями. Надо признать, что высокопробный арабский дирхем в то время стал чем-то вроде бы современного евро для народов восточной и северной Европы. Надо признать, что он же стал и фактически единицей измерения для русской валюты. В новгородских землях одна шкурка куницы стоила ровно один дирхем, ее назвали куной. 25 кун составляли основу гривны кун, 51 грамм серебра. И это была основной единицей измерения на Руси. На тысячекилометровом пути купцам были нужны еда и питье, безопасные стоянки для ночлега, починки или постройки кораблей, рынки для закупки местных товаров, то, что называется инфраструктурой. К таким торжкам и пристаням тянулись местные жители сбыть товар и заработать на приезжих. Сюда поступали продукты лесных промыслов – меха, воск, мед, которые охотно скупали свои и чужие купцы. Так в глухом лесном краю рождались новые городские центры, где оседали воины и купцы, жили и работали кузнецы, ювелиры, касторезы, гончары. Первые ремесленники были людьми богатыми и уважаемыми. Они владели дорогостоящим вооружением и участвовали в торговых операциях. У таких поселений была разная судьба. Одни погибли в неизвестных нам войнах. Другие по невсегда понятным причинам захерели. Так и остались в той далекой истории – Гнездово на Днепре или Тимиревское городище под Ярославлем. Третьи же к X веку превратились в нормальные средневековые города с укрепленным детинцем в центре, окруженным торгово-ремесленным посадом, как Киев или Чернигов. Так началась первая российская урбанизация – становление иного образа жизни в обществе крестьян-общинников. Именно в Ладогу прибыл из-за моря Рюрик. Возможно, это был известный по западным хроникам Рерик Ютландский, викинг из датского королевского рода. И, говоря современным языком, полевой командир со своим отрядом, воевавший в Дании, Нидерландах и на Балтике. Князь-воин Олег построил здесь первую на Руси каменную крепость. Герой легенды о призвании варягов, скандинавский, так или иначе, варягский князь Рюрик, основатель династии, которая правила России в течение почти больше 700 лет до прекращения ее на сыне Ивана Грозного, царе Федора Ивановича. То есть прямая ветвь Рюриковичей, которые были князьями всех других русских, княжеств, фигура легендарная. То есть вот этот рассказ под 862 годом, явно, так сказать, хронологически, конечно, искусственно вставленный в эту канву византийских известий, которые пользовался автор поиск временных лет, записанный уже больше, чем через 200 лет этих событий. То есть, конечно, в основе его были такие, может быть, даже фольклорные, какие-то устные предания. И цель его была ясна. Это цель этого рассказа, это прославление, вот реально царствующей, правящей тогда в Древней Руси династии Рюриковичей. Так что автор и Рюрик, вот фигура, вот почти в ту реальные, по крайней мере, его сын, его внуки, это уже реальные киевские князья. Ну, вопрос о его происхождении, как о в целом, о призвании варягов, об ее роли вообще в образовании русского государства, он, как известно, главный дискуссионный вопрос древней русской истории. Это знаменитая нормандская теория, которую, ну, не так, может быть, как бы представляли ее раньше, так сказать, агрессивно проповедовали первые русские академики, немцы по национальности, Флёцер, Байер и Миллер, с которыми боролся Ломоносов. Ну, собственно, тут по двух словах можно все это понять, это вот патриотическую, так сказать, струю Ломоносова, и могут быть действительно крайние, так сказать, точки зрения этих первых ученых, хотя они были действительно крупными учеными, много сделали для остановления, вот, собственно, исторической науки в Нафе Руси, о том, что вот, да, вот немецкий, скандинавский князь создал российское государство. Ломоносов отвечал ему очень просто, что Рюрик – это, собственно говоря, вовсе не варяк, ну, варяк – это просто как бы некий прифелец по терминам Древней Руси, что он был варяк, но он был вовсе не скандинав, а представитель славянского или балтийского племени. И тогда, собственно, вопрос вот об этом, так сказать, варягском, нормандском вопросе падает, отпадает сам по себе. Для добычи экспортных видов сырья – пушнины, меда, воска – необходимо было наладить их систематический сбор, а это требовало установления прочной власти и прекращения племенных столкновений. К тому же торговый путь нуждался в охране от желающих поживиться богатой добычей, но давал взамен возможность регулярно взимать пошлин из приезжавших. Это стимулировало наиболее активных князей на объединительные подвиги. Вспомним хрестоматийную историю, как другой предводитель варяжской дружины, вещий Олег, высадился в 882 году под Киевом и устранил киевских князей Аскольда и Гира. Выступил в поход Олег, взяв с собой много воинов своих – варягов, чуть, славян, мерю, весь, кривичей – и овладел городом смолянском и посадил в нем своего мужа. Оттуда отправился вниз и, придя, взял Любич, и также посадил мужа своего. И пришли к горам Киевским, и увидел Олег, что княже тут – Аскольд и Гир. Спрятал он воинов в ладьях, а других оставил позади. А сам приступил, неся отрока Игоря, и подошел к Угорской горе, спрятав своих воинов, и послал к Аскольду и Гиру, говоря им, что где мы купцы, идем в греки от Олега и княжича Игоря, придите к нам, к родичам своим. Когда же Аскольд и Гир пришли, выскочили все из ладей. И сказал Олег Аскольду и Гиру, не князья вы и не княжеского рода, но я княжеского рода. И вынесли Игоря, а это сын Рюрика, и убили Аскольда и Гира. Отнесли на гору и погребли Аскольда на горе, которая называется ныне Угорской, где теперь Ольмин двор. На той могиле Ольма поставил церковь святого Николая, а Дирова могила за церковью святой Ирины. И сел Олег княжить в Киеве. И сказал Олег, да будет это мать городам русским. И были у него славяне и варяги, и прочие прозвавшиеся Русью. Тот Олег начал ставить города и установил дань и славянам, и Кривичам, и Мерии, и установил варягам давать дань от Новгорода по 300 гривен ежегодно ради сохранения мира, что и давалось варягам до самой смерти Ярослава. В этом полулегендарном рассказе характерно то, что Олег, скорее всего, явился в Киев под видом богатого купца. И когда киевские правители вышли к нему навстречу, ну, видимо, для того, чтобы познакомиться с богатым гостем, либо получить с него таможенную пошлину, он легко расправился с ними. После этого появилась возможность для объединения южных и северных русских земель под властью новой династии. Затем Олег покорил несколько других славянских племенных княжений и во главе своей дружины отправился на покорение Константинополя в 911 году. Взятие Константинополя дало возможность международного признания Руси и появился на свет первый дипломатический акт международный – договор с греками. Однако получение дани и прибитие своего счета на воротах Царьграда не было основной целью Олега. У русской знати в этой земле были свои вполне конкретные интересы. Описанное во всех школьных учебниках полюдье, то есть сбор дани киевскими князьями, не заканчивалось проеданием собранного добра. По весне груженные данью суда из Новгорода, Смоленска, Чернигово собирались в гавани у Киева, а в июне флот с товарами, ценными мехами, воском отправлялся вниз под Днепру, в столицу Византийской империи. Не случайно в договорах с Византией 911 и 944 годов большая часть статей посвящена правовому регулированию торговли русских купцов в империи, тех самых, которые приходили каждый год из Киева. Сам князь и его дружинники были первыми купцами. Мечи, кинжалы, наконечники, копии стрел кольчуга встречаются в инвентаре дружинных погребений X века в сочетании с весами, гирьками. Их владельцы в той или иной степени были причастны к операциям с взвешиванием монетного серебра. Так дальняя окраина Европы получила мощный толчок к развитию. А нарождавшаяся элита Руси – средство для реализации своих амбиций. Власть же уже в древности стала не только верховным арбитром и законодателем, но и организатором экономики и сохранила эту функцию надолго. По ориентировочным оценкам, основанным на анализе кладов, в обращение на Руси в IX-XI веках поступило порядка миллиарда гирхемов. Это приблизительно 3 миллиарда 300 миллионов современных долларов, которые превращались в вооружение княжеских дружинников, расходовались на строительство новых городов, крепостей и усадеб, обеспечивали подъем городского ремесла. Дружина же была главным и единственным органом власти, скреплявшей только что объединенные земли. Не случайно летописец подчеркнул, что князь Владимир Святославович, любя дружину и с ними думая о строе землянем и о ратях и о уставе землянем. Старейшая или большая дружина составляла ближайший круг княжеских советников-бояр, без согласия которого он обычно не принимал важных решений. Младшие дружинники – григи, отроки, детские – жили при княжеском дворе и составляли гарнизоны крепостей. Они же были сборщиками дани и судебными исполнителями. С дружиной князья отправлялись в полюдие. Дружинники получали часть от дани, пошлин и военных походов. Население должно было кормить их во время исполнения ими служебных обязанностей. Новые занятия и образ жизни усиливали имущественное и социальное расслоение общества. Но не будь их, на просторах Руси еще долго воевали бы между собой мелкие племенные объединения, надолго оставшиеся в беднейшей варварской периферии цивилизованной Европы. Как по волшебству появилась древнерусская литература. Она значительно старше английской, французской и немецкой. Скандинавы же активно включились в процесс государственного строительства. Дворяжские князья и их дружинники активно перемешивались с местным населением. Кстати, на сегодняшний день наиболее перспективной выглядит теория, согласно которой Русь не была названием некоего древнеславянского племени. Скорее всего, это было обозначение некоего объединения варяжских князей и их дружинников. Именно в таком виде оно досталось славянам. И в дальнейшем перенеслось на весь тот народ, который находился под управлением этой группы. В первых договорах, которые дошли до нас между греками и тогдашними князьями, фигурирует большое количество славянских, кельтских, скандинавских имен бояр, находившихся в окружении варяжских князей. А в захоронении X века мы находим большое количество славянской керамики, восточных ритонов, византийских золотых монет и, как ни странно, кельтских и скандинавских мечей. Найденный механизм древнерусской экономики работал удачно и породил соответствующие политические претензии. Уже в конце IX века начинаются военные экспедиции русов на Каспий и попытки захватить Плацдарм в Закавказье. Так в 943-944 годах отряд русов захватил город Бердаа, расположенный близ реки Куры. Болезни и постоянные стычки с мусульманами заставили их уйти. Однако удалой князь-воин Святослав после разгрома другой большой восточноевропейской державы – Хазарского Каганата попытался поставить под свой контроль Балканский полуостров и основать столицу на главной торговой артерии Южной Европы – Дунае. В год 6477-969-й сказал Святослав матери своей и боярам своим «Не любо мне сидеть в Киеве, хочу жить в Переяславце на Дунае, ибо там середина земли моей, туда стекаются все блага. Из греческой земли – паволоки, золота, вина, различные плоды, из Чехии и из Венгрии – серебро и кони, из Руси же – меха и воск, и мед, и рабы», – передавала повесть временных лет размышления князя об экономической выгоде переноса столицы из Киева в Переяславец на Дунае. Правда, здесь его постигла неудача. Могущественная Византийская империя не смогла терпеть появление на Балканах державы-конкурента и перекройки системы торговых путей. Имперская армия оказалась сильнее, а многоопытная византийская дипломатия подговорила кочевников-печенегов устроить Святославу засаду у Днепровских порогов, где он был убит. Святослав был князем-воином. Собственно, всю свою жизнь он провел в дальних походах. И вот это его такой образ жизни, его стремление, так сказать, ну, не сколько завоевывать, может быть, новые земли, сколько просто вот продвигаться и на восток, где он разгромил Хазарский Каганат после уже походов Олега. А в данном случае его походы уже на запад, на Балканы, привели к его трагической гибели. Ну, действительно, для Византийской империи, которая сама пыталась контролировать эти, значит, Балканский полуостров, а Святослав, вероятно, мыслил какие-то еще более дальние походы уже на территории Венгрии и Чехии, это был очень опасный конкурент. Хотя трудно себе представить, чтобы вот киевское государство могло дальше расширяться в этом направлении. Но так или иначе, очевидно, все-таки, действительно, вот, так сказать, с византийской, значит, какой-то подачи кочевники-печенеги, которые вот, ну, кочевые племена, которые тоже, значит, активно в этих вот степях существовали, были подговорены византийцами напасть на Святослава. И вот в один из, значит, его походов он неожиданно попал в эту печеневскую засаду и был убит. И вот как красочно описывает это поле стремных лет, вот эти вот, ну, варвары, значит, печенеги, так сказать, отрубили ему голову, значит, и его с черепа сделали, значит, чашу и пировали, как это было принято после вот этой такой победы. Так, в общем-то, погиб один из, в общем-то, ярких представителей первых киевских князей. Но уже сын Святослава Владимир в 988 году продиктовал императору Василию II выгодный мир и принял христианство. Так завершилось вхождение Руси в круг европейской христианской цивилизации. Однако принятие христианства только способствовало уже налаженной торговле. Из Византии на Русь в массовом порядке пошло красное вино в глиняных амфорах-корчагах. Не причащаться же новообращенным христианам квасам. Впрочем, греческим вином не только причащались. В конце XI века четверо новгородцев с удовольствием откушали дорогого напитка прямо во время церковной службы и от чувств оставили надпись на лестнице Новгородского Софийского собора. «Радко, ходко, сновид, витамир испили лаговицу, то есть сосуд вина, здесь по велению Мугрина. Да благослови Бог то, что нам дал, а Ему дай спасение. Аминь». Былинная эпоха Владимира Святославовича и Ярослава Мудрого была наивысшей точкой развития молодой державы Рюриковичей. Именно при Владимире на Руси начинается чеканка собственных денег. Сребреник равнялся арабскому дирхему. Златник соответствовал византийскому золотому солиду. Его вес 4,2 грамма стал основой для укоренившейся на Руси единицы измерения – золотнику. Однако чеканка денег не была просто обеспечением средств оборота. Это и было еще некое утверждение собственной государственности, утверждение суверенитета. Именно на золотнике гласила надпись «Владимир на столе». В 15-19 годах Ярославу Мудром была составлена древнейшая часть русской правды – первого письменного свода законов. На рубеже X-XI веков князь Владимир ликвидировал племенные княжения. Летопись сообщает о захвате Владимиром Полоцка и об убийстве его князя Рогвалода. Археологические исследования показали, что многие прежние племенные центры в это время потеряли прежнее значение, а некоторые из них были уничтожены. Так, в древлянской земле вместо сожженного искорастения появился княжеский замок Овруч. Вместо них стали появляться новые княжеские грады – Смоленск, Туров, Владимир Волынский, Белгород, Рязань. Туда князь стал сажать по властям свою администрацию в виде родных детей. Так будущий Ярослав Мудрый отправился сначала в Ростов. И здесь, на северо-восточной окраине Руси, основал город Ярославы. А затем был перемещен в Новгород. В новых городах и замках князья оставляли свои гарнизоны с наместниками. Сюда стекались дани, одна треть которых шла в пользу наместника и его воинов. Здесь вершился суд. Для защиты южных границ от набегов кочевников сначала строили древоземляные преграды, известные как змеевы валы. Даже сейчас в Украине можно проследить их остатки длиной более тысячи километров. Историки и археологи до сих пор спорят о времени создания этих древнейших укреплений на границе со степью. С конца X века, во время усиления печенежских набегов, русские военные строители перешли к точечному укреплению слабых звеньев обороны крепостными сооружениями. «Князь Владимир Святославович нача ставить и городы, по Десне, и по Востре, и по Трубежеве, и по Суле, и по Стугне. И поча нарубать ему же лучшие от Славен, и от Кривич, и от Чуги, и от Вятич, и от сих насели грады, «Бе борратят печенек, и бе воююйся с ними, и отдавая их». На далекой окраине, которое не имело под собой, в отличие, допустим, от Франции, Италии, да что же Британии, мощных культурных традиций, там все-таки, так сказать, была античная цивилизация, да, вот, а здесь ничего подобного не было. Но, тем не менее, в исторический достаточно короткий срок, то есть 100-200 лет, да, вот, и из разрозненных племен вдруг образуется такая достаточно мощная европейская держава. Со своей системой правления, со своими достаточно большими городами появляется вот то, что мы называем так вот, то, что описано в любом учебнике истории, русская культура, то есть архитектура, живопись, письменность на славянском языке, литература, все это появляется достаточно быстро. В значительной степени, вот, благодаря вот этим механизмам обмена, которые сложились, да, вот эти же торговые пути, эти же контакты, которые установились в IX веке, они этому очень сильно способствовали. Ну и второй момент, наверное, это то, что все-таки при всем том, что Древняя Русь – это часть культурного айкумена Европы тогдашней, европейской христианской цивилизации, она сохраняет свое своеобразие. Своеобразие в чем, собственно? Это, так сказать, низкоспецифическая политическая система. Отсюда споры можно считать Древнюю Русь там феодальным государством, потому что западноевропейского феодализма у нас не было. Что такое западноевропейский феодализм на самом простом варианте, да, так сказать, в упрощенном виде. Это система феодального землевладения, это вассально-ленные отношения, когда, вот как в учебнике истории средних веков, да, есть король, у него есть свои вассалы, у этих вассалов есть свои вассалы, да, основано это все на земельных владениях, где стоят замки этих феодалов. Вот ничего подобного у нас нет. Нет пока в 9-м, 10-м, даже в 11-м веке нет развитого феодального землевладения. Основная часть населения – это свободные крестельные обсильники. И есть княжеская власть и княжеская дружина. Вот с одной стороны, значит, князь и дружина, с другой стороны – свободное население. Вот это вот такой специфико-политической власти в России. А ввиду отсутствия земельной собственности, откуда получает князь доходы? Дань с населения, да, вот то самое полюдие, когда князь ездит по территории, собирает дань, да. Вот это механизм, такой характерный для Руси и не характерный, допустим, там ни для Франции, ни для Италии, да, там такого нет в этой эпохе, да. А вот у нас именно такой механизм. Известные побылином заставы богатырские кое-где сохранились до сих пор. Это десятки городиш-крепостей вокруг Киева и ниже его по притокам Днепра с обеих сторон. Броды на самом Днепре также охраняла система крепостей. Канев, Витичев, Заруб, чьи сигнальные огни могли быстро передать в столицу известие о приближении врага. Построенные Владимиром крепости Переславль, Белгород, Новгород-Малый смогли выдержать осаду Печенежской орды в войне 988-997 годов, когда сам Владимир чуть не попал к ним в плен. В 1036 году под Киевом Ярослав Мудрый разгромил Печенежскую орду. После этого граница перенеслась до юг, на реку Рось. Там ее защищали через каждые 10-15 километров другие крепости – Юрьев, Корсунь и другие. Однако передышка была недолгой. В XI веке на смену Печенегам пришли сперва торки, а затем половцы. В XI веке В XI веке на смене Печенегам приема Печенегам. В XI веке на смене Печенегам приема Печенегам приема Печенегам, Киев, Корсунь и другие. Субтитры создавал DimaTorzok